Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Урок номер 12. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. И в этом видео давайте посмотрим настройки элементов шапки. Это вот у нас есть мой аккаунт. Поиск мы смотрели, избрана, корзина. Переходим в Woodmart, конструктор шапки. Заходим в нашу шапку. У нас они по умолчанию, естественно, здесь появляются. Если вы шапку делали с нуля, соответственно, по плюсу все эти элементы можно вытянуть в шапку. И давайте по порядку. Есть аккаунт. Не забывайте, что вы можете мышкой перетаскивать, менять их местами. Они в шапке действительно будут местами меняться. Если мы здесь посмотрим сначала в аккаунт, показать имя пользователя. Сразу можем видеть, если человек авторизуется, видите, в шапке сразу будет показано имя пользователя. На ваше усмотрение, включать или нет. Показывать форму входа. Показывать. Выпадающий список. Показывать форму. Получается вот такая вот плашка или вот такая вот. И давайте посмотрим сразу. Лучше это посмотреть, изменения. Я сейчас авторизован, поэтому я нажму здесь выйти. Если мы разлогинились, то вот у нас появляется, ссылка меняется, как вход регистрация. Вот так вот сбоку вылазит у нас. Так вот закрывается. Или может быть маленькая формочка здесь на ваше усмотрение. Все штатно здесь. Запомнить меня. Забыли пароль. Отдельная, естественно, страница здесь будет. Будет создать аккаунт также. Отдельная страница. Опять же, как будет протекать регистрация на сайте, это настройки уже интернет-магазина WooCommerce. Там можно настроить вообще без регистрации, чтобы человек мог покупать во время регистрации. Там разные вариации. На ваше усмотрение. Мы сейчас именно смотрим отображение. В общем, здесь на ваше усмотрение остается у нас стиль. И здесь у нас есть иконка. И только текст. То есть, смотрите, если мы авторизованы, и у нас здесь, видите, все иконками. И если мы сделаем здесь только иконку, естественно, место мы немножко высвободим. Если у нас здесь что-то еще подразумевается. Как это работает? Иконка. Сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. То у нас иконка, видите, приобретает именно мой аккаунт. Просто иконку. Все подпункты здесь тоже видны. Я, наверное, так бы и оставил. Но здесь можно еще и выбрать разные иконки. Цветные. Или загрузить свою собственную. Наложение фона. То есть, чтобы фон затемнялся при авторизации. Ну, не думаю, что это интересно. Кому интересно, конечно, вы это будете использовать. Следующее, это у нас избранное. Когда человек может добавить в избранное. Здесь настроек меньше. Здесь просто вы выбираете дизайн. Если вы делаете в кружочке, то смотрите, чтобы все иконки были одного стиля, скажем так. Скрыть значение количества товаров, добавленных. Ну, я думаю, что лучше, чтобы это показывалось. Ну, то есть, когда человек, здесь больше вкладок нет. Когда человек, получается, добавляет в избранное, у нас, чтобы показывалось там единичка, два, три. Вот, наводим на товар. Нажимаю на сердце. Видим, что здесь появляется единичка напротив сердца. Да, и иконка, видите, у нас теперь в кругу. Соответственно, поиск иконка авторизации тоже в кругу. Ну, здесь тоже нужно выбрать такой же дизайн. Дальше у нас идет корзина. Но до корзины, смотрите, что здесь не хватает. Здесь можно еще вывести иконку сравнения. То есть, вот такая вот иконочка, которая здесь у нас присутствует, когда человек может сравнивать товары. Я бы, конечно, выбил ее здесь тоже. По плюсу у нас эта штука здесь имеется. Вот она, сравнение. Выбираем ее здесь. Также дизайн берем тот же. Настройки практически все те же самые. Скрыть значение количества товаров. Не надо скрывать. Показать раскрывающийся список с категориями. Ну, вот такой вот может быть списочек. Здесь вот на картинке видно, да? Показать. Пускай это будет показано. Все, настрой здесь больше нет. Здесь есть еще вот такие иконки с текстом. Я буду использовать компактный вариант. Давайте посмотрим, обновимся. Появляется иконка. Да, она у нас немножко не на том месте. Пускай это будет после избранных. Вот. Тоже у нас там будет подставляться, когда человек будет сравнивать товары. Единичка, два, три. И корзина. Корзина здесь может отличаться, чтобы, если вы хотите, чтобы цена сразу была видна человеку здесь. У корзины тут интересные настройки. Посмотрим. Скрытая боковая панель. Выпадающая. Ну, практически то же самое, как авторизация. Или без. Дальше. Иконки. Иконка. Иконка с текстом. Просто иконка. Тогда можно взять, если в дизайне. Как все остальные иконки. Вот она у нас меняется. Количество товаров тоже будет видно здесь. Либо здесь все-таки я бы, наверное, выбрал что-то другое, чтобы была там цена. Или загрузить свою иконку. Все. Настроек здесь больше особо нет. Обновляемся. Вот такая штука. Просто корзинка. Если мы, допустим, что-нибудь добавим в корзину. Вот она, боковая всплывающая такая панель. Ее, кстати, можно отключить, чтобы она не всплывала в настройках Вудмарта. Ну, допустим, человек разный товар добавляет. Может вот эта штука, допустим, напрягать. Вот. И получается, что здесь товар-то у нас добавлен. Посмотреть корзину, если мы нажмем. Здесь мы видим. Но я хотел бы, чтобы еще и здесь в иконке был просмотр. Можно использовать вот такой вариант. Корзина. Видите, один элемент. Цена сразу. Это у меня получается. Здесь я выбираю любое. И вот здесь я выбираю иконку с текстом. Вот такие вот настройки. Очень симпатичные иконочки. Итак, смотрите. Я хочу на элементах уже закончить. Просто нет, наверное, смысла дальше объяснять. И какие мы не рассмотрели. Там логотип. Поменять на свой. Еще что-то. Информационный блок вставить. Там в какое-нибудь пустое место. Разделителей. Самые основные мы с вами рассмотрели. Не забудьте на мобилке. Также у нас здесь видите иконки только корзина и поиск. Более компактно смотрится. Здесь уже решаете, как будет на мобилке это отображаться. Вот. Возвращаясь к вопросу, что, наверное, нет смысла дальше объяснять остальные элементы, которые я не озвучил. Думаю, вы уже это справитесь без меня. И дальше уже пойдут другие, более интересные уроки на тему Водмор. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело.